Иногда желание отдохнуть с комфортом на пляже под палящим солнцем заставляет автомобилистов пренебрегать правилами дорожного движения. Они перестают замечать запрещающие знаки, забывают о том, как правильно перевозить своих детей, а также то, что выпитая на пляже баночка пива, также показывает промилле. А чтобы напомнить гражданам степень ответственности за свои поступки, сотрудники Брестского ГАИ проводят профилактические мероприятия. Обращаю внимание, что нельзя непосредственно в транспортных средствах оставлять детей и животных, ведь такую погоду это создает угрозу их жизни и здоровью. И, конечно же, недопустимо после отдыха взять и сесть в состоянии алкогольного опьянения за руль. Еще особого внимания требует темное время суток, ведь при выходе из транспорта в обязательном порядке лучше обозначить себя световозвращающими элементами и, конечно же, при движении вблизи места массового отдыха лучше иметь при себе световозвращающие элементы, которые позволят другим участникам дорожного движения увидеть в темноте. Также правоохранители особо уделяли внимание транспортным средствам, припаркованным в зеленой зоне, а также автомобилям, которые загораживают отдыхающим доступ к пляжу. Позволяют себе вот стать таким образом. Скажите, чем это чаеват? Или считается допустимо, пускай останавливаются на зеленой зоне? Не, ну, я уже объяснял. А если нет места, вот на общей стоянке, вот что туда делать? Вот смотрите, сейчас вот мы смотрим, даже проехавшись, вы можете увидеть, что там очень много места. Нет, вот сегодня, да, допустим. Да, то есть можно поставить, но все равно многие все-таки считают необходимым поставить именно таким образом транспортное средство. При этом они мешают другим участникам, то есть при выходе отдыхающих им нужно обходить, и нет обзорности для других выезжающих, да, то есть из-за транспортного средства их не видно. Экологический вопрос, да, то есть предохранное законодательство опять же нарушается, правильно? Согласна. Второй вопрос. Управление в состоянии алкогольного опьянения, да? Кто-то позволяет себе такое поведение, кто-то нет. Подскажите, в вашей практике вообще было такое? Может, вы где-то видели такое поведение, где-то рядом с вами компания, или в принципе это... Что, в Зарусе есть пьяный? Да. Нет, в моем точно, у меня таких знакомых даже нету. И в своем понимании, это все-таки страшное нарушение, либо... Страшное. А к чему оно приводит? Ну, к гибели. У нас в обязательном порядке до 12 лет дети должны перевозиться в специальном удерживающем устройстве. Я вижу один ребенок, второй ребенок у вас тоже без специального удерживающего. Да? Второй уже достиг возраста. Понятно. 12 лет? Да. Да? Или рост 150 сантиметров с исключением, да? Вот так вот. Значит, от госавтоинспекции вам первый раз устное замечание, соблюдение в обязательном порядке, это ваша же безопасность. Только вы должны мне пообещать в обязательном порядке, что вы купите специальное удерживающее устройство. Обещаю. Неизвестно, сдержит ли мужчина свое обещание, но он должен отдавать себе отчет, что это в первую очередь безопасность его детей. А еще инспекторы проводили разъяснительные беседы с прохожими об опасности употребления алкоголя в 30-ти градусную жару. Здесь я только смотрю, если пиво кто-то несет, то это вот такие, которые пешком пришли. На машинах, я думаю, вряд ли пьют. И, наверное, может быть ночью, вечером когда-нибудь, но не днем. Я думаю, вот мы так часто здесь загораем, но пьяных здесь почти нет. Так что это не то место, где народ пьянствует. Здесь больше отдыхают. Ну и, конечно, правоохранители просто не могли не оставить без подарка тех граждан, которые знают и соблюдают закон в местах массового скопления людей. И даже тех, кто хотя бы может рассказать элементарные правила дорожного движения. А велосипед у тебя есть? Да, и самокат. И где ты двигаешься на велосипеде? На велосипеде, на набережной, там очень много людей. И я двигаюсь только по правой стороне, если еду. И никого не задавливаю. Расскажи, а что же на велосипеде сделать, прежде чем перейти дорогу? Слезть, а некоторые я видела, даже не слезают, а просто смотрят и переезжают. Даже по сторонам не смотрят. Да, неправильно. По результатам акции зеленая зона вблизи пляжа практически освободилась от автомобиля. И при этом ни один водитель, либо пешеход не был оштрафован. Но при этом не стоит принимать доброту инспекторов за слабость. Потому что в следующий раз нарушители ощутят удар по кошельку.